В каких удивительных местах можно оказаться во время путешествия? Иногда попадешь в какой-то город и понимаешь, что уже никогда его не забудешь. Потому что город непонятный, страшный, странный или невероятно красивый, в общем, очень нестандартный. И если какие-то необычные города посетить интересно и приятно, то про некоторые из них лучше прочитать, чем увидеть своими глазами. И вот только некоторые из них. Китайский город Янцзинь, расположенный в провинции Юньнань, считается самым узким в мире. Его максимальная ширина составляет 400 метров, а минимальная всего 30 метров. Янцзинь не может расти вширь просто потому, что не позволяют горы. Ведь город построен в предгорьях Тибета, на берегах реки Нанси, текущей по дну ущелья. Берега Нанси – это поросшие лесом крутые склоны, поэтому для строительства есть только узкая полоска земли возле самой речки. В силу такого специфического рельефа люди используют каждый кусочек земли, здания стоят очень плотно и только многоэтажные. Дома в первом ряду у речки имеют несколько странный вид, так как их помещают на бетонные столбы сваи. Это делают для того, чтобы хоть как-то защитить жителей от затоплений при повышении уровня воды. Ведь если летом Нанси – пересыхающий ручей, то во время сезонных дождей это уже грозный бурный поток, который сметает все на своем пути. Но зачастую при наводнении вода поднимается выше первых этажей, при этом сваи не только не спасают, но даже могут обрушиться. И все же люди там живут, даже строятся новые дома. Город вытянулся вдоль речки на целых 60 километров, а его общая площадь составляет 1416 квадратных километров. По данным за 2020 год, в Янцинь проживает почти 317 500 человек. У города налажена связь с миром, через гору проложен двухкилометровый тоннель. Но что странно, мостов в Янцинь очень мало, хотя вряд ли найдется более нуждающийся в них город. Один из самых странных городов на планете располагается в штате Южная Австралия, в самом центре пустыни. Это Куберпедия, население которого по данным за 2011 год не превышало 1700 человек. Куберпедия – город под землей, а по совместительству еще и столица опалов. В этой местности сосредоточено 30% мировых залежей этих камней, и именно там происходит 97% всей добычи опалов в мире. Жилища городских жителей представляют собой большие пещеры, вырубленные в горе. В таких домах есть водопровод, канализация, электричество, интернет и даже подземные бассейны. Вот только окна не во всех комнатах, присутствует только по одному окну с каждой стороны от входной двери. Кстати, воды в этом малодождливом регионе Австралии нет совершенно, сколько не старались бурить. Изначально ее доставляли в этот город на верблюдах, сейчас же проложен многокилометровый водопровод. Почему люди живут в таком странном городе? Все ради добычи опалов, ведь дело это очень прибыльное. Жить на поверхности в пустыне сложно из-за климата, днем температура воздуха поднимается до плюс 45 градусов Цельсия, да еще и песчаные бури бывают слишком часто. А в пещерах даже без кондиционеров сама собой поддерживалась комфортная для жизни температура, порядка плюс 23 градуса Си. В этом необычном городе не только дома, но и вся инфраструктура зарыта в земле, магазины, отели, школы, три церкви, музей, бары, библиотеки. Здесь есть даже самая необычная в мире, кладбище, подземная. Когда-то к Лагосу примыкала небольшая рыбацкая деревушка, жители которой снабжали морепродуктами всю столицу Нигерии. Сейчас это отдельный город, вернее, самое экстремальное поселение в стране. Речь о плавучих трущобах Макока в лагуне Лагос, которые многим известны как Черная Венеция. Это одно из самых необычных мест в мире с зашкаливающей нищетой, где люди выживают в почти непригодных для этого условиях. Картина словно из апокалипсиса, множество жалких лачуг стоит на сваях прямо над водой. Все отходы и канализация выпускаются прямо в океан, вокруг свай толстым слоем собираются нечистоты, от воды исходит зловонный запах. В трущобах Макока есть плавучие школы с минимальным количеством учителей, есть даже небольшое кафе и парикмахерские. По статистике, в каждом домике проживает 6-10 человек. Но стариков там очень мало, из-за жуткой антисанитарии и отсутствия медицинского обслуживания до 60 лет доживает лишь 5% населения. Официальная перепись показала, что в Макока проживает 250 тысяч человек, но, скорее всего, эти цифры были сильно занижены, чтобы скрыть реальный масштаб проблемы. Власти Нигерии неоднократно пытались снести трущобы, мотивируя это экологической угрозой, которую те создают. Но поскольку людям не предложили взамен дома на суше, когда начался снос, жители взбунтовались, и власти отступили. Лачуги стоят на фоне современных зданий Лагоса и роскошного 10-километрового моста, и все вместе это создает очень странную и даже сюрреалистичную картину. В списке необычных городов мира присутствует Ауравиль, расположенный на юге Индии, в штате Тамилнат. Этот уникальный и необычный в своем роде город был основан в 1968 году как эксперимент по созданию интернационального общества людей. Люди в Ауравиле живут вне религии, политики и национальности. Медицинское обслуживание, образование и развлечение – все это они получают бесплатно. Ауравиль – это не просто необычная архитектура и ландшафт. Это другая форма существования в нашем мире – город Утопия. Хотя Ауравиль располагается на территории Индии, он не является ее частью. По сути, это автономное государство, находящееся под защитой ЮНЕСКО. По состоянию на начало 2019 года там проживало 3050 человек из 58 стран мира. Ауравиль был заложен прямо посреди пустыни. Сейчас в этом необычном месте растет более двух миллионов деревьев, среди которых построены два- и трехэтажные домики. Самое главное здание города – Матримандир – имеет форму сферы, покрытой дисками с золотыми пластинами. Оно предназначается для медитации и йоги. Ларин Канада в Перу. Этот город не только необычный, это один из самых шокирующих городов мира, который многие называют адом на земле. Он располагается не просто высоко над уровнем моря, это самый высокогорный город в мире. Ларин Канада находится в Перу, на потухшем вулкане, на высоте 5100 метров над уровнем моря. Атмосфера на такой высоте очень разреженная, поэтому у живущих там людей невероятное кислородное голодание. К тому же климат там очень суровый, много дождей летом и слишком сухо зимой, средняя годовая температура составляет всего плюс 1 градус С. По данным за 2009 год, живет в столь недружелюбных условиях свыше 30 тысяч человек. Причем живут эти люди в невероятно убогих лачугах, большая часть из которых даже не отапливается, с плохо развитой канализацией. Мусорная свалка и зловонный запах царят по всему городу, жуткая антисанитария повсюду. Что же притягивает людей в этот самый жуткий город? Немаленькая для этой страны зарплата 200 долларов США в месяц. В конце ХХ века в старом шахтерском поселке Ларин Канада обнаружили золотую жилу, и с той поры многие люди едут туда, чтобы добыть золото и заработать. Их не пугает ни жесткий климат, ни жуткие условия жизни, ни тяжелая работа. Эль-Амадия, Ирак Эль-Амадия – город, основанный в третьем тысячелетии до нашей эры, во времена, когда высота для защиты города имела стратегически важное значение. Он располагается на территории провинции Дахук, на плоской вершине горы, на высоте 1400 метров. Этот город, в течение долгого времени был столицей курдского государства. За многие тысячелетия этот необычный высотный город так и не увеличился в размерах, ведь расти ему просто некуда, в длину он достигает 1 километр, а в ширину 500 метров. Эль-Амадия – город мультинародный и мультирелигиозный. Там проживает порядка 6000 человек, в основном это курды, евреи и халдеи, причем мусульмане прекрасно уживаются с христианами. Но из-за ограниченной территории коренным жителям часто приходится переселяться. В Эль-Амадия есть все, что нужно для комфортной жизни – магазины, рестораны, полиция, медицинская служба. Наряду с современными домами здесь сохранились руины старинных ассирийских зданий, христианского храма и синагоги. Сетиниль-де-Лас-Бадигас, Испания. Город с причудливым названием Сетиниль-де-Лас-Бадигас расположен на территории провинции Кадис. Он занимает площадь 82 квадратных километра, а его население в 2010 году было немногим меньше 3000 человек. Сетиниль-де-Лас-Бадигас действительно необычный и эффектный, чем-то напоминает город на горе из «Властелина колец». Он буквально врезан в базальтовую скалу и составляет с ней единое целое. Скала служит одновременно крышей и стенами для многих домов. По сути, большая часть городских домов – это природные пещеры с уникальным ландшафтом, в которые дошли современные технологии. Город под одной крышей. Уиттиер-Сити – город на юге Аляски с населением всего лишь 220 жителей. Почти все живут в одном здании высотой в 14 этажей. Оно носит название «Бегич-тоуэрес» и было отстроено в 1956 году в качестве армейской казармы. В наши дни в здании разместилась инфраструктура целого города, полицейский участок, почта, магазин, церковь, пункт видеопроката, игровая площадка для детей и медицинский центр. Сюда можно попасть водным путем, либо на поезде, либо по туннелю с односторонним движением длиной в 4 километра, который каждый час пропускает транспорт в одном направлении, а ночью не функционирует. В летние месяцы солнце в Уиттиере светит весь день, а в зимнее время город может завалить снегом толщиной до 6 метров. Кстати, небольшая школа находится отдельно. Зимой настолько холодно, что дети туда ходят через тоннель. Город в открытом море. Примерно в 100 километрах от побережья Азербайджана прямо в море есть город нефтяников, аналогов которому в мире не существует. Он возводился с 40-х годов прошлого столетия. С самого начала у поселка нефтяные камни задумка была следующая, работники должны были жить непосредственно на месторождении. Все начиналось с двухэтажных деревянных домов, двух электростанций, столовой, бани, библиотеки, пункта медицинской помощи. С увеличением количества платформ росло и количество автомобильных эстакад, их соединяющих. После шторма 1956 года, который привел к разрушениям и человеческим жертвам, строения и эстакады подняли над уровнем моря на 12 метров, а деревянные опоры стали массово менять на металлические. В настоящее время число платформ достигло двух сотен, а длина эстакад 350 километров. Жилые корпуса стали многоэтажными и напоминают уже не бараки, а корпуса санаториев, среди которых был даже разбит парк. Есть огороженное футбольное поле, также здесь оборудованы импровизированные набережные, по которым рабочие могут прогуливаться в свободное время. В нефтяных камнях запрещен алкоголь и, разумеется, сигареты. Город Лонгер расположен на архипелаге Шпицберген в Норвегии. Это самый северный населенный пункт с населением более тысячи человек. Здесь была построена церковь, которая опять-таки является самой северной в мире, здесь есть собственный музей, почта, университет и даже аэропорт. Главная особенность Лонгербиена в том, что здесь невозможно умереть. Точнее, умереть можно, но для захоронения тела перевезут с острова по морю или по воздуху. То же самое касается случаев заболеваний, которые с высокой вероятностью могут привести к летальному исходу. Таких больных также перевозят на материк. Причина, по которой на архипелаге запрещено хоронить умерших, очень низкие температуры, из-за которых тела просто не разлагаются. Не так давно ученые обнаружили тело мужчины. Анализы трупа показали, что его ткани содержат следы опасного вируса, вызвавшего эпидемию 1917 года. Кроме того, эти тела становятся объектом внимания медведей, которых, кстати, на Шпицбергене очень много. А ведь именно в этом городе под эгидой ООН построено подземное глобальное семенное хранилище на случай катастрофы планетарного масштаба. Да, на планете много удивительных, странных, шокирующих городов. Но, поверьте, в большинстве из них вам вредли, захотелось бы жить.